Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Любовь. В этом видео я хочу показать две свои орхидеи нефаленопсисы. Это зекапиталум, который сейчас перед вами. Недавно у меня спрашивали о нем, как он сейчас поживает. Расскажу, какой он мне преподнес сюрприз. И также покажу камбрию кальмонар-монарх. Итак, этот зекапиталум у меня с конца августа 2018 года. То есть практически два года. За это время он три раза цвел. Посмотрите, какой он стал огромный. Цветение я его показывала в видео. Вот этот лист с левой стороны 70 сантиметров, если измерять от псевдобульбы. Огромный. Стоит он у меня на подоконнике северного окна. Наверху приделана полка на окне, где тоже у меня стоят орхидеи. И вот эти вот два больших листа, самые длинные, уже еле помещаются под этой полкой. При покупке у зекапиталума было три псевдобульбы. Вот эти передние. Вот это, это и вот это. Остальные уже выросли у него в домашних условиях. В этом году у него выросла вот эта огромная псевдобульба. Посмотрите, какая она крупная по сравнению с остальными. И растет он в одну сторону, направо. Мне даже пришлось вырезать там кусочек из горшка, чтобы не давил горшок, не мешал росту этой псевдобульбы. Но я его не пересаживала с гапиталум. Прочитала, что как бы не рекомендуется часто его пересаживать. Он плохо переносит пересадку. И вот, когда уже такая стала проблема, что он стал убегать, просто можно сказать, из горшка. Горшочек у меня еще вдобавок треснул. Я его скотчем вот обмотала желтым, видно. Я стала ждать, пока появится молодой рост, чтобы его пересадить. Пересаживать можно, когда рост достигает длины где-то 5-7 сантиметров. И вот я увидела, что вот у этой новой псевдобульбы большой что-то растет внизу. Я считала, что это растет как раз молодая псевдобульба будет там. Ждала, пока длина этого росточка будет побольше. Уже собралась пересадить его с гапиталум. И тут смотрю 4 августа, обращая внимание, что это совсем не рост, а это цветонос. Сейчас я покажу вам с другой стороны его, чтобы можно было видеть этот цветонос. И заодно увидите, как он у меня уже свешивается из горшка. Вот посмотрите, что здесь творится. То есть, вот я отщипнула край горшка. Бульба эта совсем свешивается уже из горшочка. Вот такая она крупненькая, наверное, сантиметров 7 поперечники внизу. И вот из нее, вернее не из нее, а рядом растет цветонос. Вот вы его сейчас видите. За две недели он вырос вот такой же огромной. И кроме того, здесь есть еще боковые ответвления. Вот это и вот это. Так что должно быть много цветочков. Вот так он меня удивил. Цветение я совсем не ожидала. Собиралась заняться пересадкой, а теперь придется мне опять надолго это дело отложить. Видите, какая у меня здесь конструкция. Во-первых, он падает. То, что на одну сторону всегда бульбы растут. И он перевешивает на ту сторону. И вот мне пришлось воспользоваться опять пенопластом. Во-первых, цветонос, чтобы не лежал на горшке, чтобы горшок не давил на него. Даже я немножко наклонила этот горшок с помощью пенопласта. Вот такая конструкция у меня теперь. Жду его цветения. Обязательно вам в дальнейшем покажу. Ну а сейчас покажу камбрию. Сейчас перед вами моя камбрия кальмонар-монарх. Она стоит также на подоконнике северного окна, рядом с зигапиталумом. Приобрела я ее тоже в восемнадцатом году, только осенью. А прошлой осенью камбрия у меня цвела, порадовала меня домашним цветением. Об этом у меня есть видео. Кому интересно, можете посмотреть. За то время, что камбрия у меня, она нарастила много новых псевдобульб. Тоже они растут в одну сторону. Вот здесь, правда, псевдобульбы очень маленькие с этой стороны. Много корешков у камбрии воздушных. Вот посмотрите, сколько выросло их, совсем не было. Есть здесь растущие с зелеными кончиками. И недавно я у нее обнаружила цветонос. Вот он сейчас перед вами. Так что скоро камбрия меня опять порадует домашним цветением. Я обязательно вам покажу это видео. Вот такие у меня красотки нефаленопсисы, которые радуют меня цветением. Ну и, конечно, дендробиум, который я вам недавно показывала. Скоро я буду делать обзор своих фаленопсисов, которые радуют домашним цветением меня. И заодно покажу там еще раз дендробиум Нобили. Спасибо всем за внимание. Всем всего наилучшего. Желаю, чтобы ваши цветы, у кого они есть, также делали вам сюрпризы и радовали домашним цветением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова